А вы знали, что именно розовый цвет успокаивает и создает ощущение комфорта? Прямо сейчас список из 21 кустарника с розовым цветением и все тонкости создания такого сада. А еще в конце я отвечу на вопрос, как цвет может воздействовать на состояние человека и какие правила лучше соблюдать на маленьких и больших участках. Давайте разберем основные культуры розовых оттенков, которые смогут украшать ваш сад с ранней весны и до самой поздней осени. Весна это время, когда все пробуждается и ты сам пробуждаешься. И самое приятное, когда распускаются первые цветы. Именно в этот период жизнь приобретает новые краски. Сирень Мейера Пинг Парфюм это необычный сорт. Его волшебство проявляется в повторном цветении. Первый этап приходится на май-июнь и вдоль побегов распускаются привлекательные темновато-розовые соцветия. Они наполняются от характерным приятным ароматом. Второе цветение приходится на середину августа. Для более обильного повторного цветения рекомендую обрезать отсветшие соцветия. Этот кустарник достигает высоты 1 метра и гармонично смотрится в маленьких садах, а также его хорошо высадить на альпинарии или вдоль береговых водоемов. В больших садах можете создать невысокие живые изгороди. Это очень зимостойкий сорт и выдерживает морозы до минус 35 градусов, а также имеет устойчивость к мучнистой рассе и корневой гнили. Спирея японская Криспа. Это изящный декоративный кустарник с пышным обильным цветением, которое начинается в середине лета и продолжается до самой осени. Его пряморастущие побеги полностью покрыты необычными листиками зеленого, красного и желтого окраса. Они резны и заостренным концом. По отзывам садоводов, спирея Криспа очень неприхотлива. Она идеально подойдет для тех, кто приезжает редко на загородный участок. Следующее растение в нашем списке это дейция гибридная. Кстати, дорогие садоводы, забыла вам сказать, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Можете, конечно, писать комментарии, не стесняться, нам это тоже приятно. Дейция гибридная роза плена. Необычный по своей красоте сорт. В мае-июне распускаются многочисленные беловато-розовые соцветия. В качестве групповых посадок кустарник можно высадить вдоль дорожек или заборов. В роли переднего плана прекрасно будет смотреться на фоне разнообразных деревьев и кустарников, которые будут выше, конечно же. Отлично себя чувствует в качестве солитера и будет привлекать всеобщее внимание и создавать свежий контраст зеленого цвета с нежными розовыми оттенками. Для посадки выбирайте солнечные места. Гортензия метельчатая Pink Lady. Этот декоративный листопадный кустарник вырастает в высоту до двух метров. Соцветия крупные, пирамидальные и пышные. Это является главным украшением кустарника. В начале цветения кисть белая, легкая, воздушная, а по мере распускания становится плотной и приобретает розовый оттенок. Этот сорт обладает нежным медовым ароматом и привлекает к себе множество насекомых. Цветет долго и обильно с июля до поздней осени. Pink Lady светолюбива, но от прямых солнечных лучей страдает. Замедляется рост и развитие. Предпочитает ажурную тень или полутень. Дорогие зрители, мне бы хотелось с вами поделиться одной очень важной информацией, про которую мы не рассказывали никому. Дело в том, что на протяжении пяти лет Экоплан сотрудничает с фондом Хабенского и примерно раз в год мы перечисляем туда определенную сумму. Сейчас было принято очень важное решение, и мы хотим о нем сообщить, что мы хотим приобщить всех, всех, кто смотрит это видео, всех, кто сейчас это видит, всех, кто смотрит наш канал, подписан на наш канал, чтобы вы приобщились с нами к общему делу, к благотворительности. И мы решили, что за каждого подписчика мы будем перечислять в фонд Хабенского один рубль. Вы можете сказать, что да, это очень незначительная сумма, но каждый рубль важен, особенно в благотворительности. Если вы неравнодушны, если вы готовы поддержать и вместе с нами делать доброе дело, нажмите кнопку подписаться. Мы будем смотреть, сколько подписчиков прибавилось у нас новых на канале, и перечислим эту сумму в фонд благотворительный Хабенского. Об этом мы, конечно же, расскажем в наших социальных сетях, поэтому тоже подписывайтесь на наши телеграм-каналы, на все социальные сети, которые у нас есть в компании Каплант. Они все будут по ссылке под этим видео в описании. Смотрите, заходите и делайте добрые дела вместе с Каплантом. Я благодарю всех, кто откликнется на нашу просьбу и будет помогать нам фонду Хабенского. Бересклет Крылатый Компактус – это лиственный кустарник с яркой и очень декоративной листвой. Свою декоративность он показывает именно осенью, тогда просто не отвести глаз. Листва в этот период приобретает насыщенный розово-красный оттенок и украшает собой любой пейзаж. Компактный кустарник не займет много места и не потребует к себе особого внимания в уходе. С возрастом приобретает шаровидную и довольно раскидистую форму. Миндаль низкий. Еще его называют миндаль степной, миндаль карликовый – все это название одного и того же растения. Это невысокий, медленно растущий, листопадный кустарник. Он весьма декоративен, причем не только во время цветения. Кроме того, кустарник обладает лечебными свойствами, дает обильный урожай и при этом неприхотлив в уходе. Он благополучно зимует без укрытия даже в Сибири. Цветет в апреле в течение нескольких недель, и на ветках одновременно зелеными ланцетными листьями распускаются многочисленные нежно-розовые цветки диаметром 2-3 см. Луизиания или миндаль трехлопастный. В первой половине мая зацветает эта русская сакура, и кажется, нет ничего прекраснее этого бело-розового и сладко пахнущего облака. Декоративный кустарник с розовыми цветами на несколько недель одевает просыпающийся после зимы сад в эффектный наряд невесты. До распускания листьев кустарник усыпан нежными цветочками, похожими на розочки, розовой или малиновой окраски. Несмотря на теплолюбивость, луизиания хорошо растет и в нестабильном климате средней полосы. Правда, зимует исключительно под укрытием. Вереск обыкновенный. К зиме, когда большинство растений отказываются от цвести, можно и нужно вспомнить о вереске. Он цветет в лютые холода. Вереск обыкновенный – это маленький кустарник, который цветет лиловыми, розовыми, белыми и малиновыми цветами. Кроме своей красоты он еще несет пользу. Вереск используют в медицине для изготовления успокоительных чаев, а еще добавляют в травяные и противовоспалительные сборы. Им лечат бронхит, ревматизм и укрепляют волосы. Вереск считается национальным растением Шотландии. С ним связано множество легенд. Например, знаменитые шотландские вересковые пустоши народ объясняет так. Когда Бог создал Шотландию, он понял, что надо чем-то украсить лысые склоны холмов. Бог обратился к дубу с предложением разрастись на склонах холмов, и дуб ответил отказом, сославшись на плохую почву. Бог попросил жимолость, но и отказалась она, заявив, что для ее роста это крайне унылая и нездоровая среда. Примерно под тем же предлогом отказалась и роза. Бог опечалился и решил было оставить скалы голыми, как вдруг увидал на земле крохотные белые лиловые цветочки. Бог спросил у вереска, готов ли он украсить холодную землю, и тот ответил, что приложит максимум усилий. За это Бог дал вереску очень прочную кору, куда прочней дубовой, и замечательный аромат, не хуже, чем у жимолости и розы. У шотландского писателя Роберта Луиса Стивенсона, автора «Острова сокровищ», есть знаменитое стихотворение «Вересковый мед», которое в переводе маршака проходят в старших классах. Рододендрон. Он принадлежит семейству вересковые. Это небольшие деревья и кустарники, которые распространены по всему миру. Цветки рододендронов имеют разнообразную окраску – розовую, фиолетовую, красную, белую, и их оттенки. Они распускаются в мае, и в это время от рододендрона невозможно отвести взгляд. В средней полосе отлично будут чувствовать себя сорта «Розиум элеганс», «Грандифлорум», «Рози лайт», «Бабушка», «Хельсинки юниверсити» и «Новазембла». Магнолия. Ее листопадные формы цветут в апреле-мае, и причем цветки распускаются до появления листьев. Самые популярные весеннецветущие магнолии – обнаженная, звездчатая, кобус и суланжа. Примечательно, что в середине лета эти кустарники могут зацвести повторно. Цветки магнолий розовые или белые, бывают также желтые, они обладают приятным ароматом. В зависимости от вида могут быть мелкими или крупными, диаметром до 20 сантиметров. Пион древовидный. Крупные шаровидные бутоны диаметром от 15 до 25 сантиметров появляются на кустарниках во второй половине мая и не увядают около двух недель. Махровые или полумахровые цветки могут быть белыми, нежно-лиловыми, розовыми или малиновыми. В свой сад вы можете посадить не только древовидный, но и травянистый пион. Пионг-пинг-джайант – роскошный, неприхотливый, а также универсальный многолетник. Он из года в год будет приковывать к себе взгляды своим обворожительным и нежным цветением. Его цветки в диаметре достигают 18 сантиметров, а высоту растения достигает 80. Источает прекрасный душистый аромат, цветет в середине лета и украшает пейзаж своей густой темно-зеленой листвой до прихода осени. Пион станет прекрасным украшением цветника или клумбы, так как сочетается практически со всеми растениями. Кстати, он относится к долгожителям. И у нас есть большое видео про растения-долгожители, которые живут и цветут без пересадки около 50 лет. Переходите прямо по ссылке под этим видео и в правом верхнем углу. Хиномелис или айва японская – это красиво цветущий декоративный кустарник с розовыми цветами. Не стоит путать айву японскую с обычной айвой. Это разные растения, хотя плоды хиномелиса имеют похожую форму. Они также съедобны и полезны, только безумно кислые. Хиномелис используют в саду как декоративную и как плодовую культуру. Из кустарника, цветущего розовыми цветами, создают низкие изгороди и бордюры, а также высаживают в альпинариях, вблизи водоемов и на газоне, одиночно или в компании с другими декоративными кустарниками. Отличными компаньонами будут магония, форзиция, вигелос, пирея и вереск. Используют хиномелис для укрепления склонов. Для получения плодов необходимо высаживать на участке 2-3 сорта хиномелиса. Как я уже сказала, плоды у растения кислые и весьма ароматные, за это они получили название северного лимона. Они богаты витамином С, пектиновыми веществами и микроэлементами. Из них готовят цукаты, повидло, варенье, компоты и ликеры. Кстати, кто готовит из хиномелиса варенье, можете поделиться им в комментариях. Знаете, есть такое выражение, кто первый встал, того и тапки. Так вот, я хочу, чтобы вам всегда доставались тапки, потому что вы первые, кто узнаете о самых актуальных акциях, скидках и новинках в Экопланте. Я вам сейчас расскажу, что у нас запустилась акция и мы снижаем цены на самое популярное дерево сезона. Я говорю, конечно же, про тую. Сейчас все туи дешевле до 40% в Экопланте. Успейте купить самые пышные зеленые туи на свой участок со скидкой до 40% прямо по ссылке под этим видео. Переходите прямо сейчас. Мальва. Это растение насколько простое, настолько и очаровательное. Это излюбленный цветок людей старшего поколения, житель палисадников и приусадебных клумб. Мест, где обычные растения часто не выживали. В прежние времена это провинциальное растение не жаловали профессиональные цветоводы и декораторы. Однако в последнее время отношение к нему изменилось. Мальва или по-другому шток роза принадлежит к семейству мальвовые. В большинстве своем это высокие многолетние либо двулетние травы. Мальву издавна на Руси любили, почитали и считали ее символом солнца и честности. Ее считали способной сберечь жилища от злых духов, поэтому сажали ее непосредственно у выхода из дома, а молодые люди, желая получить расположение милой сердцу дамы, дарили ей шток розу алого цвета. Обязательным условием было срезать ее левой рукой от сердца и до восхода солнца, так чтобы на ее лепестках оставались капельки росы. Ну хорошо, хватит поэзии, давайте к практике. Мальвы это растение приспособленцы, для них характерна высокая засухоустойчивость, холодостойкость, устойчивость к сорнякам, а также к большинству вредителей и болезней. Цветут шток розы обычно очень обильно и довольно долго, зачастую до глубокой осени. Поскольку мальва это высокая цветочная культура, она идеально подходит для оформления заднего плана цветников, а также применяется для создания живых изгородей, либо просто как ширма для низких хозпостроек. Низкорослые сорта мальвы прекрасно подойдут для высадки в кашпо, который украсят веранду, крыльцо, окна, балкон и квартиры частных домов. Кстати, хочу вам сказать, что у нас на канале есть уже видео про контейнерное озеленение. Обязательно переходите, посмотрите, там множество композиций для вдохновения. Кальквикция прелестная. Среди декоративных кустарников, которые цветут розовым, ее можно встретить не так часто. Но когда вы увидите ее цветение впервые, то обязательно захотите поселить на своем участке. Это растение представляет собой многолетний кустарник с розовыми цветами высотой от полутора до трех метров. Весной на кальквикции появляются зеленые, заостренные к краю листья, осенью они желтеют, а к зиме опадают. Куст растет несколькими стволами и ежегодно появляются обильные прикорневые отростки. Сначала побеги растут прямо, затем они изгибаются по дуге и наклоняются к земле. Цветение происходит на второй год высадки в грунт в середине лета. Следующий многолетний кустарник с розовыми цветами – камелия. Ее многие годы считали растением экзотическим и не приспособленным к выращиванию в регионах с суровыми зимами. Камелия – одно из самых ценных и любимых коллекционерами растений. Она покоряет красотой во время цветения. Селекция и прививка позволила получить не только уникальные окраски, но и добиться выведения растений, у которых на разных ветках цветки окрашены в разные оттенки. Цветок камелии считается совершенным, его восковые лепестки и форма не повторяются ни у одного другого растения. К лучшим сортам, которые обладают достаточной морозостойкостью, принадлежат Donation, Freedom Bell, Debbie, Hagoromo и General Coletti. Все они зацветают весной и сохраняют свою листву и зимой, дополняя красоты вечно зеленых обитателей сада новыми текстурами. Шиповник морщинистый по праву можно назвать королем ленивого сада. В нашей стране он больше известен под латинским названием Rosa rugosa. Это, пожалуй, самый неприхотливый среди собратьев, вообще не требует никакого ухода. Мороза выдерживает даже самые суровые, минус 40 градусов ему нипочем. Может расти на песке, соленых и бедных почвах, никогда ничем не болеет. Но что самое удивительное, цветет повторно, что для шиповников большая редкость. Цветки в оригинале традиционно розового оттенка, однако селекционеры постарались и вывели несколько очень эффектных сортов. Ярко-малиновый Hansa, сиреневый Hansa Park, нежно-розовый Conrad Ferdinand Mayer, красный Robusta и даже абрикосовый Vanguard. В розовом саду не обойтись без яблонь декоративных. И сейчас подробнее о сорте Ola. Дерево вырастает до 4,5 метров в высоту, имеет круглую ажурную крону. Зацветает яблонь декоративная в конце мая. Цветет очень обильно, в течение 10-15 дней. Далее на яблони появляются декоративные плоды. Они маленькие, не больше 3 сантиметров в диаметре, и обычно их не едят. Для посадки можно выбрать саженцы высотой штамба от 1 до 3 метров. При правильном уходе сорт не одно десятилетие будет радовать вас своим волшебным цветением. А если вам нужны саженцы яблони декоративной или других растений, обратитесь к нам в питомник растения Каплант. Все каталоги и цены вы можете посмотреть прямо по ссылке под этим видео. Еще одна любимица садоводов – остильба Аренса, сорт котлея. Это многолетник, который используется в декоративных целях для срезки и посадки в цветниках. Растение достаточно высокое, с крупными соцветиями насыщенного розового цвета. Цветение приходится на начало июля, после чего стебли желательно обрезать для предотвращения развития заболеваний. В это же время можно отделить часть куста для размножения. Высаживайте остильбу лучше всего ранней весной или осенью. Для нее подбирайте место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Одна из немногих, которая цветет и пахнет в тени. Вообще остильба морозостойка, но в малоснежные зимы и молодые посадки следует утеплять. Леатрис – колосковый кобальт. Эффектное многолетнее растение для вашего сада. Высоту он достигает 80 сантиметров. Листья у него тонкие, продолговатые и окрашены в насыщенный зеленый цвет. Цветет с июня по июль розово-фиолетовыми цветками. Они собраны в трубчатые соцветия. Леатрисы в саду похожи на яркие свечки или веселенькие перышки. Почву предпочитают сухую и достаточно рыхлую. Место для посадки выберите освещенное. В тени декоративность растения будет падать. Ландшафты используются как в групповых, так и в одиночных посадках. Прекрасно соседствуют с бронерами, эхинацией, вербеной, флоксами и гортензией. Подойдет для посадки в сложных миксбордерах возле строений и заборов. Интересный факт о нем. Цветок сохраняет свежесть на протяжении 10-15 дней, когда его срезают. Именно поэтому флористы часто используют лиатрисы для формирования букетов. Гибискус садовый или сирийский. Это яркий представитель семейства мальвовые. Вообще традиционно гибискус это тропическое растение. В условиях средней полосы выращивают именно гибискус сирийский. Он более устойчив к неблагоприятным условиям. Его относят к цветолюбивым растениям. И чтобы гибискус радовал обильным и пышным цветением, его следует разместить в хорошо освещенном месте. Хорошо будет смотреться в композиции с розами, но как одиночное растение он не менее привлекателен. Также отлично можно посадить рядом с ним кустики лаванды. Причем это не только красиво, но и полезно. Запах лаванды будет отпугивать тлю, которая любит розы и гибискусы. Растение не выносит сквозняков, поэтому его нужно беречь от ветра. Когда будете подбирать сорт для посадки, учитывайте, что немахровые сорта садового гибискуса более морозостойки. Говоря о тренде, который сейчас активно используют ландшафтные дизайнеры, монохром. Монохром это сад в одном цвете. Ранее я уже записывала видео про сад в белом цвете, можете посмотреть его у нас на канале. Но хочу подробнее остановиться на том, почему же одноцветные сады с каждым годом набирают все большую популярность. Здесь все очень просто. Цвета воздействуют на психологическое состояние человека. Как? Оранжевый, например, возбуждает и вызывает радость. Синий успокаивает и заставляет задуматься о великом. Розовый цвет романтиков. Он дает надежду, радость, настраивает на духовную гармонию с окружающим миром. А еще он успокаивает и создает ощущение комфорта. Именно розовый цвет в кризисной ситуации может помочь вернуть надежду на то, что все самое лучшее и радостное ждет нас впереди. Многие художники создавали собственными руками удивительные, незабываемые сады, которые стали живыми произведениями искусства. Вот что мне удалось найти. Наиболее известен сад художника-импрессиониста Клода Мане во французской деревушке Живерни. Что меня поразило, это то, что растения мастер подбирал сам. И таким образом, чтобы в каждый сезон года сад облачался в свой неповторимый цвет. В результате получилось удивительное сочетание фруктовых деревьев и множество цветов с богатейшей палитрой красок. Благодаря этому саду появилось немало живописных работ. Конечно, красивый монохромный сад предполагает одно негласное правило – в меру. Согласитесь, невозможно на каждом шагу высадить розовые цветы и наслаждаться гармонией. Здесь будет перебор с цветом, и он вызовет только раздражение. Мы рекомендуем на большом участке создавать отдельные одноцветные уголки с розовыми культурами. А на участке малых размеров использовать такой принцип – больше зелени, а розовый для шарма. В природе встречается огромное количество однолетних, многолетних цветов розового окраса, поэтому делитесь своими любимчиками в комментариях. И хочу вам напомнить, что розовый цвет может быть как насыщенным, так и бледным, и чередуя один за другим, вы с легкостью добьетесь гармонии и изящности. Желаю вам приятных посадок, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok